18 день месяца Элу, начащий название Хай Элу, еврейское слово Хай – жизнь, соответствует числу 18, это один из наиболее знаменательных хасидских праздников. Рай Берис Роль Байшентов, основатель хасидизма, родился в этот день в 1698 году. В 1724 году, когда Байшентов исполнилось 26 лет, ему явился его святой учитель Ахи Ашелони и раскрыл источник света, содержащийся в открытой части Тора и в Кабале, так как этот источник изучают в райском саду. Спустя 10 лет в этот самый день Ахи Ашелони видел Байшентову публично распространять свое учение, этому предшествовало много лет, учение которых он, будучи членом братства скрытых праведников, о величии которого знал лишь узкий круг собратьев-кабалистов и учеников, вел жизнь простого труженика. Хай Элу – это также день рождения Раби Шнер Залмана из Лят Альтереба, родившегося в 1745 году, который называл себя духовным учеником и внуком Большемтова. Раби Шнер Залман был учеником Раби Довбора из Межрича, который был учеником группы святых праведников Большемтова. Прослабившись еще в детстве в качестве толмудического гения, Раби Шнер Залман на 19-м году жизни отправился в Межрич, поскольку, по его словам, как учиться он знал, он хотел узнать, как нужно молиться, и вскоре был принят в круг ближайших учеников Раби Довбора. Альтеребе развил учение хасидизма, смировав философию Хаббада, рассматривающую глубокое изучение и интенсивное осмысление в качестве ключевого факта развития и активизации всех внутренних сил человека, от высших уровней его разума до практического действия. 6-й любающий Раби Раби Раяц назвал день 18-я Элула днем рождения двух великих светил, в Торе сказано, что два великих светила Солнца и Луна были сотворены вместе, и тем не менее каждый из них призвано выполнять свою собственную миссию, причем в свое четко определенное время. В том же плане следует рассматривать и два великих светила Баальшемтова и Альтеребе. Оба они главы хасидского движения, но Баальшемтов – основоположник хасидизма вообще, в то время как Альтеребе – создатель хасидизма Хаббад. Каждый из них жил и действовал в свое время, между ними целое поколение. До раскрытия мира Баальшемтова еврейство Восточной Европы еще не отправилось от страшных ударов, которые нанесли ему бесчинство украинских казаков. По словам Рави Пинха Соколицера, одного из самых видных учеников Баальшемтова, еврейский народ в то время был в обмороке. Очень много евреев не получили элементарного еврейского образования и воспитания, и естественно ничего не могли передать своим детям. А раввины и знатоки Торы сознательно изолировали себя от народа, как от толпы невежд. Единство – главное условие еврейского народа было разрушено. Из-за крайней нищеты и невозможности заработать на хлеб насущный, и к тому же при постоянных преследованиях, простые евреи не имели никакого доступа к своим духовным ценностям. И те все более и более теряли для них свое значение. А голова народа, его интеллектуальная элита, жила как бы совершенно отдельно от тела. Поэтому и изучение Тора тоже терял свою жизненность. И вот в это время Всевышний послал на землю душу с заданием перевести в сознание еврейский народ, разогнав окружающий его мрак. Большемтов вывел народ из состояния забытия и поднял его на высокую духовную ступень. Рабишный Урзалман Аль-Теребе жил уже совершенно в иных условиях. Изучение Тора и любовь к ней, исполнение заповедей и молитвы уже были на высоте, несравнивы со временем Большемтова. Но и тогда единство народа Израиля имело глубокую трещину, которая грозила превратиться в пропасть, не менее опасную, чем ранее. Она разделяла хасидов и меснагдин, то есть противников учения Большемтова. И опять народ Израиля погружался во мрак. Вот почему и Большемтов, и Аль-Теребе называются великими светилами. Оба они осветили народ Израиля и через него весь мир новым великим светом. И до них в народе Израиля было множество личностей, заслуживших названия светочей. Начиная с ней Мишны и Талмуда, вплоть до Нового Времени. Все они были, так сказать, проводниками света открытой Торы. Талмуда, Аллахи, еврейской философии, Мусара. Но в дни Большемтова света уже не хватало. Чтобы разогнать мрак, требовался такой свет, который еще никогда не светил открыто и доступно для всех евреев. Даже для наиболее темной части народа. Это свет самой сокровенной области Торы. Внутренняя часть Торы в течение тысячелетий была уделом лишь избранных и недоступна для подавляющего большинства еврейского народа. Однако теперь для того, чтобы спасти еврейский народ, Большемтов, как опытный целитель, тщательно дозировал это лекарство, внутреннюю часть Торы. И раскрыл тайны кабалы и хасидизма. Завуалировав их в рассказы и примеры для простых евреев. Для того, чтобы простые евреи, весьма недоверчиво относившиеся к знатокам Торы, принимали его как своего, Большемтов выступал в обличии ремесленника, бедного торговца, земледельца, даже нищего бродяги, и старательно скрывал свои знания Торы. Он разговаривал самым простым языком. Рассказывал притчи, из которых следовало, что еврей должен ощущать свое еврейство не как тяжелый груз, но как драгоценный дар. Служение Большемтова воздействовало на эмоциональное восприятие. Ребе Шнаурзалмам Альтеребе, продолжая в общем работу Большемтова, уже обращался не только к сердцу, но и к разуму. Основой учения хасидизма Хаббат стало положение «мозг властвует над сердцем». Как объяснил сам Альтеребе, он назвал свое направление Хаббат, аббревиатурой слов Хохма Мина Дат, трех интеллектуальных сил души, потому что воздействие на сердце человека невозможно без обращения к его интеллекту. И только посредством напряженного умственного труда можно совершенствовать свою личность. Исполнение заповедей, молитвы, даже самая простая повседневная жизнь должны быть осмысленными во всем направленным разумом. До Альтеребе считалось, что для знатока Торы более чем достаточно на всю жизнь сконцентрироваться на изучении Талмуда. Ребешный Рудзалман разгласил, Тора может быть только единой, в ней все одинаково важно, и более того, не зная одной части, невозможно правильно воспринимать другую. Изучение Талмуда невозможно без этики, и даже пяти книжей невозможно адекватно понять без минимальных знаний о Кабале. Хотя два великих светила хасидизма светили в разные времена и не одинаковым светом, они подобны небесным светилам, которые были сотворены одновременно. Подобно тому, как Солнце и Луна одинаково необходимы, как Солнце не может исполнять свою миссию без Луны, а та без Солнца. Всеобщий хасидизм Большимтова и хасидизм Хаббат Альтеребе не существует один без другого. Понимание одного возможно лишь через призму другого. Без Хаббата всеобщий хасидизм теряет свою полноту и совершенство, а тот без опоры на хасидизм Большимтова лишается устойчивости. От их единства зависит единство Тора и служение Богу. И в высшей степени знаменательно, что два великих светила хасидизма родились в один и тот же день. Число 18 – это гематрия слова «хай» – «живой». Это самый живой день в Элули. И как многократно говорили и объясняли наши Ребе, он является источником жизненной силы для всего месяца, а через него – для всего года. Сегодня, как никогда, он нуждается в этой жизненной силе. Хаэлу – это также исключительно важный день последнего месяца еврейского календаря, веха, с которой начинается особый этап подготовки к Дню Суда, празднику Рошана. Дело в том, что согласно хатидской традиции, начиная с 18-го Элла, каждый из последних 12 дней, оставшихся до Нового года, соответствует одному из 12 месяцев года уходящего. Поэтому в эти 12 дней, посредством осмысления и раскаяния, можно исправить месяцы прошедшего года. Субтитры подогнал «Симон»